Расскажите о самых возмутительных случаях из разряда «Ты что, издеваешься надо мной?» Я несколько лет работала в компании, которая производила бытовую химию в отделе обслуживания клиентов. Эта работа состояла только из моментов из разряда «Да вы издеваетесь надо мной». Как-то раз зимой мы продавали мыло для рук, на упаковке которого были нарисованы белый медведь и пингвины в шарфах, катающиеся на санках. Я приняла звонок от женщины, которая около часа ругала меня из-за того, что этот рисунок неправдоподобен, потому что белые медведи и пингвины не живут в одном месте. Она требовала, чтобы я объяснила ей, почему мы изобразили их вместе на упаковке. Я уволилась вскоре после этого случая. В прошлом году меня отстранили от занятий за ужасное преступление – прием парацетамола на территории школы. Я ждала автобус, чтобы отправиться на репетицию школьного оркестра, когда у меня начались спазмы. Если бы я пошла к медсестре, то точно опоздала бы на автобус. Конечно же, я пожаловалась нескольким друзьям о том, что моя репетиция пойдет на смарку, и кто-то предложил мне парацетамол. Репетиция прошла отлично, я и думать об этом забыла. На следующий день меня и подругу вызвали к директору и устроили допрос, потому что кто-то сказал, что я приняла 6 таблеток запрещенных веществ. Я прежде никогда не нарушала правила, поэтому была в панике. Помню, как мне сказали, «Если это был всего лишь парацетамол, почему ты так расстроена?» Это была просто цитата года. Можно было подумать, что никто в школе не расстраивается из-за наказания, кроме меня. В итоге они согласились с тем, что это был только парацетамол, и когда я уже обрадовалась торжеству истины, справедливости и здравого смысла, как мне объявили, что все равно отстраняют меня от занятий. Наш учитель по физике и химии накричал на весь класс после того, как мы все провалили экзамен, потому что половину семестра у нас не было занятий. Приведу его точную цитату. Я не обязан вам преподавать весь материал. В один из периодов моей жизни я был помолвлен. Я был в отношениях с этой девушкой почти 7 лет. И машина сломалась, поэтому я купил ей новую машину за свои деньги, которую она выбрала сама. Она хотела маленькую и удобную машину с большим багажником, поэтому мы выбрали сцион. Нам пришлось потратить 4 часа на поездку в другой штат, чтобы купить машину того цвета, который ей хотелось. Через несколько месяцев она бросила меня ради мужчины старше меня. Ему было около 35, он не работал, у него не было образования, квалификации. Он был женатым неудачником, который изменял своей жене с ней, и она знала об этом. Он сидел дома весь день, пока его жена работала. Они делали свое дело, и она всегда доставляла его до дома вовремя, чтобы его жена ни о чем не узнала. Так вот, я купил ей совершенно новую машину, она была записана на мое имя. Я выплачивал автокредит, а она ушла от меня к человеку, который изменял своей жене. Я сказал ей, что у нее есть два варианта касательно машины. Либо она берет кредит, чтобы заплатить мне за нее, либо я оставляю машину себе. Я не собирался платить 18 тысяч долларов с учетом процентов за ее машину. Ей это не понравилось. Она также пользовалась моим старым телефоном, потому что сломала свой. Я сказал ей, чтобы она вернула и мой телефон тоже. Получив его обратно, я решил посмотреть, что там осталось после нее. Она удалила номер своего неверного любовника, но сообщения остались. Я знал его номер, поэтому сразу догадался, с кем была эта переписка. Она написала ему, что я съел ей мозг по поводу машины, что я не оставляю ее в покое с этим вопросом. Ты думаешь, что можешь уйти от меня к парню, с которым изменяла мне, а я продолжу платить за твою совершенно новую машину, которую ты выбрала сама? Ты что, издеваешься надо мной? У меня есть такая история, связанная с Лувром. Я была в зале с Джакондой. Там было довольно много людей, но все было довольно терпимо. Я сидела на скамейке, и какой-то мужчина сел рядом со мной. Он почти зажал меня, но по другую сторону от него тоже сидели люди, поэтому я не стала ничего ему говорить. К нему подошла женщина, и они начали разговаривать. Она решила, что хочет продолжить разговор сидя, и села прямо мне на колени, без предупреждения. Она буквально села на меня. Я подпрыгнула, возможно, пнув ее по заднице. Не стала оглядываться, а просто ушла в другую часть музея. Довелось слышать, как одна бабушка заявила, что ее двухнедельный внук не должен проходить через рентгеновский сканер. Она объяснила это тем, что малыша нельзя подвергать воздействию радиационных лучей. Сотрудник таможни с невозмутимым видом сказал, что ему придется проверить ребенка ручным металлоискателем. Следующие 30 минут женщина продолжала настаивать на том, что ребенка нельзя подвергать радиации. Из-за нее в терминале скопилась целая очередь, поэтому главный сотрудник таможни вмешался в ситуацию. В конце концов, ребенка проверили металлоискателем. Его бабушка разревелась. Я работаю водителем в городе, где полно людей, которые водят не лучше, чем бабуины. Мне приходится видеть всякое дерьмо. Но самый ужасный случай на дороге произошел, когда я ехал по автостраде, три полосы в одну сторону, и увидел парня, который съехал на левую обочину, затем сдал назад и медленно пересек все три полосы. Он был на крайней левой полосе и проехал свой съезд. Поэтому он сдал назад на противоположной стороне и прополз через три полосы, полные автомобилей. Думаю, я еще не скоро увижу такой мудацкий маневр, совершенный из чистого эгоизма при полном пренебрежении к безопасности других водителей. Однажды покупательница обратила внимание на мое помолвочное кольцо и сказала, что это самый красивый сапфир, который она когда-либо видела. Я поблагодарила ее, но отметила, что это на самом деле топаз, на что она ответила, это совершенно точно сапфир. Я люблю сапфиры, это мой астрологический камень, и я точно знаю, когда передо мной сапфир. Она явно ошибалась. 21 день рождения моего парня пришелся на пятницу. Это был не юбилей, поэтому он хотел просто посидеть с парой друзей и выпить немного. Его друзья сказали, хорошо, мы все пойдем в трейлер и потусим немного, потом напишем тебе, когда будем готовы. Я и мой парень пришли домой, приготовились и начали ждать, когда они нам напишут. Прошло 4 часа, мой друг зашел в снэпчат и увидел, что его друзья устроили вечеринку в трейлере. Нам они так и не написали. Он расстроился по вполне понятным причинам, и я предложил ему просто поехать к ним. Возможно, он просто не получил их сообщения, потому что все знают, какая у нас плохая связь. Однако его настроение так и не улучшилось, и мы просто тихо отметили его день рождения вдвоем, посмотрели фильм и выпили вина. На следующий день мой парень написал в групповой чат что-то типа, что за херня, почему никто не написал мне? Затем каждый из них прислал ему сообщения с извинениями, написав, что они обязательно загладят вину этим же вечером, они свяжутся с ним позже. В тот момент было еще начало дня. И представьте себе, вечером случилась та же херня. В итоге он просто вычеркнул этих друзей из своей жизни. Я обнаружил, что учитель отметил мой правильный ответ как неправильный. Я подошел к нему с этим вопросом, и он сказал, нет, ты ошибся в ответе. Это было не так. Даже когда я показал ему доказательства в учебнике, увы, он так не уступил. Разочарованный, я собирался уже уйти, когда другой ученик подошел к нему с каким-то заданием, и учитель сказал, мне не нужно даже проверять твой ответ, я знаю, что ты хороший ученик. Ну, все понятно. Мой друг устроил мне телефонный пранк, позвонив со скрытого номера и включив программу изменения голоса. Пригрозил, что убьет меня и мою девушку. Потребовал, чтобы я отдал ему все свои деньги и сообщил мне относительно приватную информацию обо мне, чтобы я поверил, что он следит за мной. Я позвонил копам и на некоторое время уехал в другой штат. Через неделю друг позвонил мне и сказал, что это была шутка. Это был мой худший случай из разряда ты что, блин, издеваешься надо мной за всю жизнь. Я тогда работала на стойке ресепшена в отеле. Мужчина зашел в вестибюль и споткнулся о знак «Мокрый пол», опрокинул его и упал сам. Это привело его в бешенство. Он густо покраснел и начал кричать мне, что знак опасен для людей, потому что поставлен в дурацком и опасном месте, где люди легко могут споткнуться о него и получить травмы. Он заявил, что не покинет вестибюль, пока я не уберу знак в другое место, где он не будет так опасен для людей. Примерно через полчаса мужчина снова вернулся в вестибюль из своего номера и поскользнулся на мокром полу, упав прямо на свою задницу. Он просто вышел из себя. Он практически с пеной изо рта начал кричать, что наш отель просто полон опасностей на каждом шагу, что он уже дважды получил травмы, хотя только что заехал в отель. И сейчас будет самое интересное. Потребовал, чтобы я объяснила, почему в вестибюле нет никакого предупреждения о мокром поле. И мне следует постараться придумать достаточно хорошее объяснение, потому что он непременно упомянет мое имя в книге для жалоб и в разговоре с адвокатом. Я быстро объяснила ему, что знак, который я убрала в более безопасное место, был предупреждением о мокром поле, который был изначально помещен прямо перед входом в вестибюль, потому что именно там пол был мокрым из-за дождя. Его лицо каким-то необъяснимым образом стало еще краснее, чем прежде, и он выскочил на улицу, не сказав больше ни слова. Я и моя тогдашняя девушка пошли в аквапарк и собирались для начала купить какие-нибудь напитки. Она хотела купить лаймориту. Это такой напиток в банке со вкусом маргариты. Я сказал ей, лучше возьми себе банку в 0,8 литра вместо 0,5. Так будет выгоднее. Она ответила, с чего это я буду так делать? Я заплачу больше денег за большую банку, но количество алкоголя ведь будет таким же. Я совсем не понял, что она сказала и попросил объяснить. И вот что она сказала. В банке объемом 0,5 литра и в банке объемом 0,8 литра одно и то же количество алкоголя. Это написано прямо на этикетке 8%. Даже после этого объяснения я еще минуту не мог понять, что она сказала. Затем до меня дошло. Я приложил все усилия, чтобы максимально спокойно объяснить ей. Но вы можете только представить, как тяжело мне было держать себя в руках, пока я объяснял ей это. Девушка, которая училась в одной школе со мной, сказала, что не верит в четырехлистный клевер. Не в плане его магических свойств, а в то, что он вообще существует. Она объяснила это тем, что не верит в то, чего не видела сама. Также она призналась, что считает, что высадка на Луне была инсценирована, чтобы обойти русских. Я сказала ей, что не могу доказать правдивость высадки на Луне, но заверила ее, что четырехлистный клевер существует, потому что я уже находила такой. На прошлой неделе она спросила, подвергается ли переработке апельсиновая кожура. В смысле, стоит ли его бросать в урну для мусора, который можно переработать. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok